Вали отсюда! Тебя сюда никто не звал, здесь тебе не рады. Я буду жрать, жрать, жрать без конца. Коррупции у нас практически нет. Праздность, мать всех пороков. Я прекрасен. Ситуация в мире, мягко говоря, напряженная. Поэтому стратегически важный вопрос. Окрошка на квасе или на кефире? На квасе, конечно. Как она может быть на кефире? Это южные люди, да, на кефире? Не знаю. Я на Украине родился и вырос там все время. На квасу она была. На кефире. Я первый раз в интернетах услышал, что она, оказывается, на кефире была. А это прям разделило страну. Видели, да, в интернете? Естественно, да. Был изумлен. Оказывается, вот как можно. Ну, французское о вкусах не спорят. Оно как раз про гастрономические вкусы. Кому что нравится, на здоровье ешьте. По-моему, не предмет для споров, там, баталий каких-то. В интернете гуляет видео, где вы якобы подрались с Панасенковым, Евгением Панасенковым. Там подложено лицо. Не знаю, он это или не он, но по комплекции, по-моему, не он. Человек назвал вас, по-моему, быдлом. Вы встали, его ударили. Это было недавно, да, насколько я знаю, на одной из встреч ваших. Панасенкова я никогда в глаза не видел. Понятия не имею, то есть даже... Один раз он как-то ходил вокруг стенда издательства «Питер», где мы выступали с Климом Александровичем. Вот там так издалека видел. А так, чтобы вот, как вас, нет. А с кем дрались? Да ни с кем я ни с кем не дерусь. В моем положении драться нельзя. Затаскают по судам и прочее, и прочее. Это, по всей видимости, приперся на встречу со мной мой бывший сотрудник, которого я не видел лет пять. Но я его по-отечески похлопал по жирной харе. Он, конечно, нанял с собой охрану, чтобы с ним, не дай бог, ничего не случилось. Они тут же прибежали. И, в общем-то, бить я его не собирался. По-отечески похлопал по жирной харе. Вот, собственно, и все. То, что теперь туда приклеивают какой-то звук, еще чего-то там, это уже творчество. Чем он недоволен? Вы так плохо расстались с бывшим сотрудником? Если человек по жизни гнида, он постоянно чем-нибудь недоволен. Конкретно данный персонаж уволился по собственному желанию, не имея никаких претензий ко мне. А вот после того, как уволился, принялся бегать по интернетам и рассказывать про меня всякие гадости, так сказать. Объясняя всем, что он сейчас... Сейчас он им покажет мое грязное белье. Вместо этого всем показывает свои обгаженные трусы. Ну, а масса идиотов с большим интересом бегает, нюхает, лижет и пересказывает друг другу откровения обо мне. Ну, вот такой человек. Это же как в коммунальной квартире, знаете, я вам возьму керосинов, суп налью, крысу в кастрюлю брошу, ну или хотя бы кусок мыла. Вот такой же персонаж. А можете составить психологический портрет вашего хейтера? Малолетние дебилы не принимаются, это такое уже заезженное, что-то новенькое. Вот кто вас не любит? Вы неправильно это трактуете. Малолетний дебил, это для дебилов звучит крайне оскорбительно. Для этого есть научный термин, инфантил, так это называется. И кретин, по-моему, да, это медицинское определение? Кретин, это вроде християнин по-русски. Ой. С французского. То есть это граждане инфантильные, которые с своих 15 лет психологически никак не могут вырасти. Никак не могут вырасти, вот не способны. Малолетний дебил, это не возраст в паспорте, это состояние души и мозгов. Вот ты как был 15-летним, с тех пор никак не развился. То, что я говорю, почему их так колбасит, говорю я все время одно и то же. Вот я 23 года усредненно в интернетах, говорю я все время одно и то же. Я туда прибыл взрослым сформировавшимся мужиком, никаких изменений в том, что я говорю, нет, одно и то же. Эти малолетние воспринимают меня все время как папу, учителя. И как положено подростку 15-летнему, он решительно отрицает то, что папа и мама говорят. Он же умный, в 15 лет все особо умные. Поэтому, кто ты такой, что ты такое говоришь. Ну, тут что важно в свободном обществе. Хочешь, слушай. Не хочешь, не слушай. Если тебе не нравится, для меня загадка. Вот если мне что-то не нравится, я это просто не смотрю. У меня есть масса гораздо более интересных вещей, которыми мне хотелось бы заняться. Времени в жизни очень мало. Тратить свое время на какую-то фигню, которая меня раздражает. Я не буду за исключением крайне единичных, так сказать, случаев. Зачем, если вам не нравится, зачем вы это смотрите? У меня есть другой хороший ролик, где говорят, не нравится, вали отсюда. Тебя сюда никто не звал, здесь тебе не рады. Это не для тебя и не для таких, как ты. Пошел вон. Так может, они мазохисты. Не нравятся и смотрят. Может быть, и такое, да. Как там ежики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Это вот про них. Кстати, вас не раздражают мои голые плечи? Нет. А то многие... Радуют. Я вот думаю, что это за люди, которых раздражают женские плечи, волосы распущены? Кто эти люди? Человеческий мозг очень сложная, так сказать, конструкция. И в ней масса отклонений, завихрений, изъянов, болезней и прочее, и прочее. Не знаю, по-моему, любой половозрелый мужик на женщин смотрит с удовольствием. А если у тебя, тебя в женщине что-то раздражает, ну, кроме психологических всяких этих, чисто внешних, ну, как-то это. Надо, наверное, сходить к лечащему врачу, поинтересоваться, что с тобой не так. Каждый день мы совершаем кучу маленьких поступков. И не всегда задумываемся, что какие-то из них могут перерасти в большую проблему. И один безобидный бокал за ужином может превратиться в полторы-две бутылки каждый день. Если вы думаете, что это касается кого угодно, но только не вас, очень рекомендую посмотреть новую документалку на канале «Жить». Ее главный герой тоже не считал алкоголь проблемой и в итоге потерял успешный бизнес и счастливую семью. Смотрите этот и другие документальные фильмы на канале «Жить». Ссылку я оставлю в описании. Депутат Николай Бондаренко недавно снова вляпался в скандал. Он в рамках предвыборной кампании, агитации встретился с жителями Саратовской области тоже. И у них там была перепалка с бюджетниками. Он же любит спекулировать на том, что вот буржуи, все у вас отняли, и сейчас мы всех там победим, я вот за народ простой. Ну, популизмом, конечно, человек занимается, это факт. Может, он действительно за простой народ. Может, этот народ его избрал, и он для него работает. Всякое в этой жизни может быть. И там была ситуация, когда какая-то учительница, по-моему, говорит, вы все врете, мы довольны жизнью, в стране все прекрасно. И он говорит, это провокаторы, нанятые, завезенные. Вот как вы считаете, есть вероятность, что это действительно нанятый человек? Вероятность, безусловно, есть. Точно так же, как есть люди, которые действительно всем довольны, которым действительно все нравится. И они не хотят никаких вот этих экстремистских, так сказать, на грани нарушения закона вопли, и вас там обокрали, еще чего-то. То есть, ты кого-то обвиняешь, обокрали, это ты обвиняешь людей в совершении уголовно наказуемых деяний. Можешь доказать, что обокрали? Не можешь? В суд, клевета и прочее, и прочее. То есть, это все, вещи-то достаточно специфические. Вам не нравится капитализм? Многим он не нравится. А что вы вместо него хотите? Коммунизм? Коммунизмом тоже у нас очень многие были недовольны. Невозможно угодить. Всем нравится только 100 долларов бумажка. Вот она всем нравится. А люди? Нет. Если ты считаешь, что все не согласны, это неправда. Есть и согласные. Есть люди, которые массово поддерживают существующее положение вещей. Здесь же без затей. Выйдите, поинтересуйтесь вон на улице. Что вы думаете о текущем положении и прочее? Довольны ли они чем-нибудь? Ну, в массе, да, довольны. Недовольны ли они чем-нибудь? Да, в массе недовольны. Потому что сидит человек в лагере, хочет на волю. Выпустили на волю, поселили в общежитии. Мне плохо в общежитии. Воля его уже не интересует, она есть. В общежитии плохо. Хочу отдельную квартиру. Раз, квартира. Маловато будет квартира. Хочу элитную квартиру в хорошем районе. Про волю и наличие квартиры уже речь не идет. Хочу больше, лучше. Чем больше, тем больше ты хочешь потом. Ну, а вот тебе апартаменты, я не знаю, там пентхаус. Наверху фигня. Дом, хоть только дом меня устраивает. Про волю забыл, про квартиру забыл. Это все уже и дом хочу. Отдельный дом. Мега участок, лошадей, еще чего-то там. В Рашке мне не нравится. Хочу во Флориде жить. Только там. Или в Швейцарии. Ну, так где край-то вашим желаниям? И что вы считаете? Что человек может на чем-то остановиться? Нет. У него при капитализме главная задача потреблять как можно больше, как можно дороже. Показывая окружающим. Посмотри, как я одет. Какие у меня очки, часы, ботинки, штаны. Я прекрасен. В отличие от тебя. Ты ничтожество. А я вот он. И я буду жрать, жрать, жрать без конца. Ну, что не так-то? Когда человек недоволен, это еще можно понять. Он всегда будет недоволен. А когда человек недоволен, меня это настораживает. Ну, смотря чем человек может. Вот я, например, недоволен своим здоровьем. Мне бы хотелось, чтобы я был гораздо здоровее. Но в 60 лет уже как-то не очень получается. Но недоволен. Ну, вот учительница, зарплата средняя у нас, допустим, сколько? 20 тысяч рублей. Не знаю. Как можно сказать, я доволен зарплатой 20 тысяч, меня все устраивает? Как-то раз у нас наш бывший президент Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, хотите много денег, идите в бизнес. Поднялся дикий вой, как он так мог? Надо учителям поднимать зарплаты. Надо. Я не спорю, надо. Но учитель никогда не будет зарабатывать столько денег, сколько бизнесмен. Я могу объяснить учителям, например, что ты можешь преподавать в школе, а потом заниматься репетиторством. То есть, это некая разновидность частного бизнеса. Могу научить, как живьем этим заниматься, как можно заниматься этим в онлайне. Обучая детей, я не знаю, живешь где-нибудь в Салихарде, а детей учишь во Владивостоке. С нынешней техникой все это достаточно просто. Да, деньги зарабатывать придется. То есть, с моей точки зрения, не надо сидеть и ждать у государства, что тебе чего-то там вдруг с неба упадет. Требовать чего-то, тебе там 5000 рублей добавят. В масштабах государства это страшные деньги, а лично для тебя, наверное, ничего не изменит. Я так подозреваю. Ну, смирись. Я вот в милиции служил, там точно так же, как учителям ничего не платят. Зато там мне было интересно. Но взятки вы не брали. Тут надо четко осознавать, есть места, где их дают, а есть места, где их не дают. Вот. И если тебе их, например, дают, то тебя, например, дешевле убить, чем давать тебе это взятки. Там почва очень скользкая во многих местах. Особенно в то время, да? Большинство, ну, нет. Времена всегда одинаковые, не сомневайтесь. Милиция – это самое днище вообще. Гажа ничего нет, общение с этими гражданами. Гажа ничего не бывает. Деньги дают всегда, да. Но не всем и не везде. Поэтому гордиться, как, помните, был такой художественный фильм «Жестокий романс». Я взяток не беру, говорил герой Мехкова. А Никита Сергеевич, он говорил, так вам и не дают. Чего ты хвастаешься? А как вы вообще относитесь к личности Николая Бондаренко? Он очень популярен в сети. Я вот приходила в салон недавно, в ателье. Тетушка такая в платочке. Простая среднестатистическая женщина, работающая в ателье, смотрит Бондаренко. Как он ругает власть. Хожу еще куда-нибудь тоже, прям везде, он повсюду. А вы как к нему относитесь? Никак. Я вообще не знаю, кто это такой. Ну как это? По всей видимости, это некий гражданин, который, когда кто-то там из депутатов сказал, что можно там на 3000 рублей прожить, а он возмутился. Он эксперимент. Да, провел эксперимент. Да, я не знаю, у меня есть родственники, женщины в возрасте, пенсионерки, которые получают, с моей точки зрения, настолько чудовищно маленькую пенсию, а им хватает, у меня день рождения, они мне еще 5000 рублей, я тут накопила. Я в ужасе все время смотрю, как тебе хватает, непонятно. А хватает. Поэтому слушать, пенсии маленькие, это то, что хватает, это не есть оправдание того, что пенсии маленькие и этого достаточно. Чем больше у людей денег, тем свободнее они себя чувствуют, ширше выборов. Я бы хотел, чтобы пенсии были больше у людей. Ну, гражданин Бондаренко, ну, возмущается, ну, правильно делает. Привлекает общественное внимание к подобным вещам. Я бы на месте депутатов вот эти вот рассказы, можно прожить на 3000, я бы лучше молчал. Зачем ты это говоришь? А ты сама-то макарошки, ты сама-то на 3000 живешь, я правильно понимаю? Как-то, мягко говоря, это странно. В ресторан сходишь, пожрать там по 5000, за один раз поесть. Ну, это мы с вами зажрались в Питере и в Москве. Ну, почему зажрались? Мы работаем, между прочим. А в регионах на месяц? И там работают. Я не могу взять, чтобы государство сразу расцвело. Это не мой участок. Я так сделать физически не могу. Нет никаких способов при капитализме, кроме как иди учись, раз. Получай востребованную специальность, два. Устраивайся на работу, где хорошо платят, три. А для этого тебе придется менять место жительства, оставлять родителей, оставлять семью и прочее, прочее. Если вам кажется, что вам государство вот это вот все принесет на подносе, сидите, ждите. Базара нет. Сидите, ждите. Это как у китайцев. Сиди у реки, труп врага когда-нибудь там проплывет. Ничего делать не надо, надо сидеть. Ну, сидите. Жизнь устроена не так. Надо наоборот. Учиться, осваивать, бежать куда-то и что-то делать. Тогда будут деньги, по-другому нет. В партии «Справедливая Россия за правду», по-моему, там один из пунктов компании, раздавать по 10 тысяч всем. Ну, в чем смысл? Ну, понятно, да, безусловно. Если мне сейчас придут и дадут 10 тысяч, я обязательно возьму. Несмотря на то, что это вроде как и не деньги. По большому счету. Люди, которые зарабатывают мало, зарабатывают мало, они тоже возьмут, конечно. Но что это в их жизни меняет? На мой взгляд, ничего. Цены постоянно растут. Если бы вы как-то индексировали свои 10 тысяч постоянно вместе с ростом цен, было бы интересно. Вон, третьего дня в автосалон ходили. Давай, оставляй залог. А машина подорожает через месяц. Мы не знаем, насколько. А 10 тысяч рублей они не увеличатся. И продукты дешевле не станут. Вот это как раз. Вот это популистские, так сказать, обещания, заманивания к себе. Но перед выборами они все обещают что-то такое нереальное, чтобы голосовали. Я бы... Если бы сказали, что мы построим 350 заводов, на которых образуется 8 тысяч там или 80 тысяч рабочих мест с зарплатой вот отсюда, вот досюда, вот с такой-то, и люди пойдут, будут работать, зарабатывать деньги. Понимаете, я когда-то читал книжку Генри Форда, называется «Моя жизнь, мои достижения». Выпуска, по-моему, 1924 года. Для меня там была масса открытий и откровений, не побоюсь такого слова, где Форд объяснял, ну вот, есть инвалиды, например, люди без ног и люди без рук. И они психологически находятся в очень тяжелом положении, потому что он не может работать. «Ничего», – говорит Форд, – «у меня на конвейере без ноги сидит, там ключами крутит изо всех сил и зарабатывает деньги». А без руки сидит у пресса и жмет на педаль, и тоже работает, и тоже зарабатывает деньги. Через это уважает сам себя, потому что он не брошенный, а нужный, и он зарабатывает. Ему не дают 10 тысяч рублей. «На, возьми, посмотри, какие мы добрые, голосуй за нас». Работает и зарабатывает деньги. Поэтому, если бы речь шла о том, что вы открываете какие-то новые производства, создаете рабочие места, где люди могут пойти, получить специальность, или свою полученную уже применить, и заработать деньги. Вот это, да, это хорошо. Мне кажется, эта десятка вертолетная, она не сильно расслабит человека. Можно зайти и с другой стороны, это же постоянно циркулирующие слухи, что сейчас кругом сплошная роботизация, и в массе профессий люди будут не нужны. Ну, например, водители грузовиков. Грузовики будут ездить сами. Пока не ездят, но приблизительно скоро уже будут ездить. Такси, грузовики и прочее, и прочее. И вот высвободятся миллионы человек, и что с ними делать? А давайте им дадим там гарантированные полторы штуки евро в месяц, и пусть они вот только к государству не пристают, а вот так живут. Ну, до чего это людей доводит, догадаться нетрудно. Если ты ничем не занят, как там праздность, мать всех пороков. Деньги немедленно будут употреблены на развлечения, то есть в первую очередь на наркотики, самые разнообразные, и то есть на убийство самих себя, как людей, как личностей и прочее. Ничего хорошего в этой раздаче денег нет. Как там Господь верующим завещал, когда Адама поставил на лыжи из рая поти лица, будешь добывать хлеб свой насущный. Вот так и должно быть. Алена Водонаева говорила примерно то же самое, хотя бы абсолютно разного масштаба личности, но она говорила, зачем давать этот материнский капитал, чтобы его пропивали. Вас не смущает, что у вас сходятся мысли с такой вот одиозной личностью? Даже сломанные часы два раза в сутки показывают правильное время. Может, это не у меня с ней сходится, а у нее со мной. Материнский капитал надо давать. Вот мне лет много, я материально обеспечен. Почему? Потому что я всю жизнь работал. И сейчас работаю, вот я материально обеспечен. А в 20 лет у меня ничего подобного не было. И ни у кого нет, и быть не может, если над тобой не стоит папа-миллионер. Надо ли помогать молодым людям, например, для того, чтобы они спокойно рожали детей? Это же массово, мы себе не можем позволить, зачем плодить нищету. Это же массово такое звучит. Ну, на тебе денег. Тут вопрос в другом, что эти деньги я бы, например, не деньгами выдавал, а какими-то конкретными вещами. Памперсами. Да, вот тебе там питание, вот тебе эти памперсы, пеленки, еще чего-то там. Вот пришел, забрал. Их не надо деньгами баловать, людей. Деньги люди могут потратить как угодно, только не туда, куда надо. Им виднее. Контролировать надо. А помогать нужно. Если государство может помочь, это прекрасно. О чем думает Диана? Конечно же, о России. А еще о том, как было бы хорошо, если бы ты подписался на канал. Сделай Диане приятно. А я вообще смотрю эти предвыборные ролики, вот, по всем каналам. Они пытаются привлечь политики к себе внимание, чтобы голосовали. Это прям смешно. Это прям комичный эффект. Когда там те, кто у власти уже 30 лет, говорят, сейчас вот власть сожралась. Делают вид, что они оппозиция. Сейчас вот они от народа. Народные избранники. Это очень смешно на самом деле. За кого будете голосовать вы? Они действительно народные избранники. Это же граждане за них голосуют. Как они во власть попали? Их кто-то туда как шахматную фигуру взял и поставил? Нет. Прошли через выборы. Но есть мнение, что у нас нечестные выборы? Там не народ совсем не голосов. Какие честные? И где они честные? Хотелось бы узнать. Вот мнение идиота с улицы. Все фальсифицировано. Ну, конечно. Ты там участие принимал хоть раз. И где? Хотелось бы узнать. А с чем ты сравниваешь? Может, ты ездил в США, смотрел, как там выборы фальсифицируют? Нет, не смотря вот этот, как он там, сияющий град на холме. Ну, давай сравним. С чем ты сравниваешь? Все время интересно. С чем ты сравниваешь? Вот когда говорят про коррупцию. Я, например, жил в Средней Азии. И вернувшись оттуда, я твердо знаю, я живу в такой суровой европейской стране. Коррупции у нас практически нет. С чем вы сравниваете? Вопрос. Потому что в Азии ты вообще никуда без денег не войдешь. Вообще никуда. Начиная от ЖЭКа какого-нибудь там, сантехника позвать и заканчивая самыми верхними слоями власти. Никуда вообще. А у нас? А у нас не так устроено. С чем вы сравниваете? Фальсификация? А зачем фальсифицировать? Я помню, как некий Жириновский на заре, так сказать, своей политической деятельности орал, что он закопает радиоактивные отходы на границе с Прибалтикой, поставит там вентиляторы, чтобы он туда дуло. Из-за него проголосовало, если правильно помню, 8%. Это о чем говорит? Говорит о том, что вы душевно больные. Если вам вот это нравится, и вы вот за это голосуете. Народный ли избранник? Он, да, безусловно, его народ избрал. Что не так-то? А все остальные, например, вот такую чушь не несут, а за них тоже голосуют. То, что вы потом недовольны этим, ну так это неправильно у вас устроено. Может какую-нибудь отчетность вести и контроль. Вот твои предвыборные обещания, например. А вот твой срок, там сколько ты там, 4 года или сколько. Отчитайся не ты лично, а за тобой, чтобы контролирующий орган... Вот ты обещал, вот это, вот это, вот это... Не выполнил, не идешь на свет. А вот ты сделал, да при чем тут? Иди на здоровье. Просто все должны видеть. Вот твои слова, громогласные заявления, а вот результат. Тут же это, как-то странно все на это смотрят. Вот выборы. Вот если мы хотим позвать какого-нибудь мастера, неважно, плитку класть, унитазы ставить, еще чего-нибудь, если мне нужен мастер, я опрашиваю своих родных и близких, у кого есть человек, который зарекомендовал себя как хороший мастер. Я скажу, вот Петрович, и я Петровича позову, потому что он специалист. Если у меня кто-то заболел, я опять таким же образом выясняю, куда вести лечить. Скажите, вот серьезный доктор, у него там 40 лет стажа и 800 операций, он нормально делает, профессор и все такое. Я не обращаюсь к студенту перспективному, который говорит, я выучусь на хирурга, меня не интересует, на кого ты выучишься. Мне, моих родственников, должен лечить специалист. Ну, а тут выборы. А вы кого слушаете-то? Вот этот вот персонаж, он что сделал-то? Это горлопан, который орет громче всех и больше всех обещает. А вы как бараны побежали туда, где вам слаще всего пообещали. Вот есть же под боком Украина. Посмотрите, там все прекрасно видно. Вот одного идиота выбрали, а он идиот. Вот другого гада откровенного выбрали, а он гад и тварь. А следом выбрали клоуна, а он клоун. А вы его выбрали на демократических выборах. Дальше они друг другу рассказывают. Это мы выбрали, потому что вот этот надоел. Мы не за этого голосовали, мы против этого. Ну, поздравляю. Вот теперь у вас клоун, ваше Шапито возглавил. И дальше что? Эта система выборов, она как таковая несовершенна. Потому что вы выбираете непонятно кого. И разговоры про фальсификации, ну, это какая-то чушь вообще. Но вы так мастерски ушли от ответа. Все-таки за кого голосовать будете? Я не рассказываю никому, за кого я голосую. Естественно. Почему? Все, что я скажу, это политическая реклама. Начнем отсюда. Я ни за кого не выступаю. Мне это категорически неинтересно. Я на выборы хожу все время. Я отчетливо понимаю, что это, да, это у нас капиталистическая страна. У власти у нас стоит буржуазия. Буржуазия вам выставляет того, за кого ей надо, чтобы вы голосовали. Но другого метода выражения своего мнения у меня нет. Я на выборы всегда хожу. Всегда. Вне зависимости от того, кто там победит. А я никогда не голосовала. Представляете? Ваше личное дело. Я политически девственна. Вы свободный человек в свободной стране. Это Леша Навальный, который там якобы не за кого. Это Леша Навальный там умные голосования, где вот эти стая псов по щелчку хозяина бежит и голосует за того, за кого сказал Леша Навальный. Они у тебя, ты кремлебот. Я понимаю, что кремлебот, а вот эти псы, которые по свистку и по щелчку бегают, они свободные личности. Они оппозиция, у них все хорошо. Фу, блин. Зла не хватает. Баяков Эдуард. Вы такие фамилии говорите, Диана? Я никого не знаю. Так это известные люди. Это для вас известные. Я другим занимаюсь. Кто такой? Худрук МХАТа имени Горького. И что он? Он, кстати, сказал недавно, что либерализм тоталитарнее, нежели фашизм и большевизм. Он там жил. Он при фашизме жил, при коммунизме жил. Со своим либерализмом. Где он это все находит, видит? Для меня загадка. Вот эти вот гремящие, так сказать, фразы, точно так же, как коммунизм и фашизм одно и то же. А это вот хуже. А Сталин хуже Гитлера, оказывается. Вы знаете, да? Гитлер чужих убивал, а Сталин своих. Он поэтому гораздо... Ну, этот тезис прям хорошо муссируется нашими оппонентами. Да, безмозглыми, абсолютно. Я политкорректно. У каждого этого политического строя есть как свои достоинства, так и недостатки. Граждане, о которых, по всей видимости, говорит вот этот персонаж, ну, если вот эти вот граждане, типа Леха Навальный и прочие, придут к власти, то тут не надо заблуждаться, поскреби любого либерала и увидишь фашиста, живого, самого настоящего. Вы за капитализм, да? За капитализм. Ну вот, определенная фаза развития капитализма – это фашизм. Это он породил фашизм. Он, капитализм. Две мировые войны в 20 веке, самые страшные в истории человечества, устроили самые передовые цивилизованные демократические державы. Зачем? А потому что другими способами они свои внутренние проблемы решить не могут. Только войной. Демократические цивилизованные страны. Мы там так, мы периферийная империя, мы в этом вынуждены принимать участие. А устраивают это все они. В интервью канала «Метаметрика», кстати, подписывайтесь на канал, ссылку я оставлю в описании. Хорошие ребята, бодрые. Многие жалуются, что я такая вот медленная и тягучая. А вот они классно делают. Вы у них часто бываете, да? Регулярно, да. В интервью этому каналу вы сказали, что государство поражено шизофренией. Вы отвечали как раз на вопрос про Девятаева, про мифы Великой Отечественной войны. Про эти фильмы. Но потом вы записываете, не знаю в какой последовательности, записываете интервью с Тимуром Бекламетовым. Сначала. Сначала с ним, да? Но фильм, не знаю кому он мог понравиться, фильм ужасен, на мой взгляд, Девятая. Вы говорите про государство, что оно поражено шизофренией, но при этом вы не очень хвалите фильм, но при этом дружите с Тимуром Бекламетовым. Объясните. У вас как-то странно это складывается. Тимур мой хороший знакомый. Человек исключительно умный. С моей точки зрения. Я понимаю, что всем баранам, которые немедленно набегают в комментарии, всем баранам виднее. Умный Бекламетов или нет. Кто я так, это не важно. Фильмы это одно, а ум у человека это другое. И человек, когда занят рядом других вещей, я смотрю на другие вещи. От него я, даже не знаю, как сказать. Мне он надавал массу полезнейших советов в области кино, которым я занят. Я научил ряду вещей, показал ряд книг, из которых я почерпнул еще больше. И за это я ему благодарен. Я ему, ни мать, ни отец и ни воспитатель, я не заведую тем, чем в творческом плане занимается Тимур Бекламетов. Это не мой участок. Занимается он точно так же, как вы. Свободный человек в свободной стране. Чем хочет. Взял и снял художественный фильм. Происходило это следующим образом. Позвонил, давай запишем ролик. Я вот тут снял кино. Давай запишем. Конечно, давай. Мы с ним. Это не первый и не второй ролик, который мы с ним записываем. Заехал ко мне, побеседовали. Я фильм не смотрел на тот момент. Беседа, которая с ним записана, это самая обыкновенная беседа. Набежавшие идиоты. О, посмотри, как долго эта тварь протирает очки. Волнуется паскуда. Это я, значит. А, посмотри, как он этого власовца поддерживает. Причем тут? Кого я поддерживаю? Вы идиоты. Ну, да, это очевидно. То есть я не должен ни с кем беседовать. Но они предположили, что он заплатил вам, да? И кто мне не платит? Если приходит Игорь Иванович Стрелков, ах ты паскуда! Если приходит его начальник штаба, человек, который там поклонник белого движения, ах ты тварь! Если приходит какой-то казак-фашист откровенный, ах ты сволочь! Вот с одной стороны у них. А что ты нам только вот своих коммунистов показываешь? Дай разные точки зрения. Вот тебе другая точка зрения. Пожалуйста, вот тебе фашист откровенный. Вот тебе либерал. Вот тебе человек с полностью противоположными от меня взглядами. Что не так-то? Ты же сам этого хотел. Нет. Тут же нет. Вот это недопустимо. Вот это недопустимо. Так кто шизофренией-то поражен? Вот вы, шизофреники, дай площадку для всех, никому не давай. Как это у вас в башке в одной уживается? Ну, хорошо, пришел, поговорю. Пришел Тимур, рассказал, чего он заснял, что хотел сказать и прочее, и прочее. Что все друг друга должны простить. Ну, например, мы должны простить эсэсовцев и власовцев. Должны? Такая твоя точка зрения. Ну, если человек так считает. А вы как считаете? Нет. Есть вещи, которые прощать нельзя. Это, между прочим, статья. Измена Родине. Начиная с закона и кончая твоим личным отношением. Лично мое отношение. Ты. Прощение к тебе может быть только одно. Пуля в башку. Все. Больше никакого прощения быть не может. Обратите внимание, сколько этой сволочи он там на Украине и в Прибалтике ходит на марше эсэсовцев. После того, как Сталин 100 миллионов лично расстрелял. Что-то как-то с вами там обратились. Непонятно. После этого я пошел, посмотрел кино. Кино мне не понравилось. Вообще не понравилось. Как кино. В первую очередь, как кино оно мне не понравилось. Моральный посыл. Ну, я не знаю. Вот все там должны друг друга простить. Кого прощать и за что? Я понимаю, ты был бы там маленький пацан. Он неосознанно что-то сделал. Ну, да. Могу понять. Когда ребенок заблудился и пошел в Гитлерюгенд. Могу понять. Когда ты взрослый. Не могу понять. Там глупость. Совершенная глупость. Ну, сегодня простил, завтра оправдал, да? Ну, и хорошо. Что ты предал когда-то? Ну, заткнись и сиди молча. Вот случилось в твоей жизни такое. Заткнись и молчи. Это тебе на всю жизнь страшное пятно. Лучше про это вообще не говорить. Если ты там отсидел, искупил наказание. Ну, сиди и молчи. Не надо это никому рассказывать. Такие художественные допущения с персонажем Девятаевым. Это реальный персонаж, у которого все было не так. Все было не так. В воспоминаниях, например, такой момент, что когда они угоняли этот самолет, как только колеса оторвались от взлетной полосы, они все дружно запели «Интернационал». Ну, расскажите, как человек, который дружит с эсэсовцем, поет коммунистические песни. А ты в фильме это показал? Нет, не показал. Ну, и зачем это? Для чего? Я вообще не понимаю, зачем он это кино снял. После этого мы с ним, кстати, после того, как я разобрал кино, после этого мы с ним не общались. Понятия не имею. Наверное, обиделся. Но для дебилов это уже не играет никакой роли. Я фактически фашист, я участвую в продвижении фашистского кино, я мегавласовец, там и пошло, и поехало. Я давно такого не видел. То есть там скоординированное нападение стад дегенератов, вот этих бегущих там. Ах, вот ты какой оказывается! Ах, вот ты что тут устроил! Ну, что с дураками разговаривать? Ты дурак, медицинский дурак просто. Ты даже не пытаешься ни в чем разобраться. Вот пришел человек, да. Он все рассказал про свое кино самостоятельно. Никаких вопросов даже задавать не надо. Я повторюсь, он очень умный человек, Тимош. Ну, и дальше. Ты не способен понять вообще, о чем говорят. Ну, вот кино. Русским языком объясняю, я его не видел. Вот я его посмотрел. И предельно четко и понятно рассказал, что я там увидел. Что непонятно. Или, например, вот мне не нравится там ряд фильмов Федора Сергеевича Бондарчука. Я с ним лично знаком тоже. Не нравятся мне фильмы. Я говорю про то, что они мне не нравятся. И что теперь? Я продвигаю творчество Федора Сергеевича Бондарчука. Ну, вы же идиоты. Натуральные идиоты. Ну, вот смотрите. У него в каждом фильме там сумасшедший продукт плейсмент, да? Вы вот смотрите вражеские фильмы. Вы просто продуктов не знаете, которые там размещены. Вы просто не знаете продуктов. Вы не понимаете, на каких машинах ездит Джеймс Бонд. И почему он на них ездит. Только недавно начал. Вот какой-нибудь художественный фильм «Блейд» возьмите. Где вампир «Блейд» режет других вампиров. Там таким ножиком такой у него. Ножик там в разных. Это специальный нож для резки сыра. Это реклама. Это не вампирский нож. Это реклама. Точно так же и у Тимура. Вы просто название продуктов знаете. И поэтому вам бросается в глаза. О, там Нескафе налили. Ааа, что ж такое? Я все ждала, что в Девитаве будет Звербанк где-то. Где-то мило. Не сложилось. Нет. Не знаю. Я равнодушно смотрю. Это вот вокруг меня, оно везде. Это как мне все время пишут. Вы извините, конечно, что я все время про себя. Это как мне. Ааа, реклама. Ааа, тут реклама. Он про это сказал. Это реклама, тут реклама. Отвечаю всем. Любой мой ролик, любое. И вот этот в том числе. Это реклама меня. Лично меня. Ты включил, посмотрел, я деньги получил. Так устроена жизнь. Дальше-то что? А как деньги зарабатывать предполагается? Если государство дает вот столько, а тебе надо вот столько. Но остальное вот это надо как-то у рекламодателей добирать. Ты хочешь, чтобы кино получилось? Ну вот оно получилось в конце концов. Я просто имею в виду, что если человек через кадр вставляет product placement и зарабатывает миллионы долларов на этом, и приходит... Я сильно сомневаюсь, что он зарабатывает миллионы долларов. Он кино снимает. А потом приходит к вам, где у вас аудитория такая целевая, вы и кино разбираете, это уже два миллиона с чем-то. Просто поговорить, просто бесплатно. Поэтому, ну, или я скептик, или вы очень добрый человек. Вы на это не с той стороны просто смотрите. Я по-другому деньги зарабатываю. По-другому. Вот ко мне приходит масса людей. Просто чисто ради интереса. Потыкайте пальцем в ролики, а потом я могу вам контакты выдать. И поспрашивайте этих людей, сколько они мне платят за то, чтобы прийти ко мне. Нисколько. Никто не платит. Бывает реклама. Когда вот реклама каких-нибудь железок там, я не знаю. Реклама игрушек. Фильмов не бывает рекламы. Вот там деньги платят, да. Я с этого нормально зарабатываю. Это мне совершенно спокойно позволяет беседовать с кем угодно, вот как я хочу. Мне это просто интересно. Лично мне интересны эти люди. Вот приходит, например, время от времени Анатолий Александрович, вас с удовольствием беседует. Каждый раз получается часа на три, режем на кусочки, выкладываем, всем страшно интересно смотреть. А что, Анатолий Александрович, деньги берут, что ли? Это безумие какое-то. Нам интересно общаться. Вот с вами сейчас общаемся. Вы деньги заплатили за интервью. А люди мне все время говорят, да, вот все время говорят, тебе же за это платить должны. Вы вот этим людям все время хочется... Вы настолько глубоко во все это погружены, вот прямо за интервью ты деньги должен брать. Кому ты на кой хрен нужен? У вас как собак нерезанных в интернете. Еще тебе деньги платить. Ну детский сап вообще. А вот смотрите, был скандал. Ирина Шихман обратилась к Мясникову по поводу интервью. Известный интервьюер. И получается, что он запросил либо его помощники, либо он сам 88 тысяч рублей. Тоже сумма такая странная. Она из-за этого сделала скандал. Тоже там это все перепечатали СМИ. И вот я недавно обращаюсь к одному вашему питерскому, наверняка знакомому, не знаю. И вот он либеральных взглядов. И я могла бы теоретически, он тоже попросил гонорар. Я никому никогда не плачу. Либо хотите, либо нет. Вернее, не он попросил, а его жена. И с другой стороны, я могла бы из этого поднять. Вот вы хотите либералов, а либералы просят денег. Ну представьте, один либерал Илья Яшин отказался, потому что он не хочет быть на одном канале, где есть Бородай и Пучков, кстати. И там еще перечислил. Я не хочу быть на одной площадке с этими людьми. Второй либерал просит денег. Они сами видите, как ведут себя, а потом возмущаются, что у нас какая-то пропаганда или люди с одним каким-то мнением. Пропаганда – это по-русски распространение. То есть вот эти вот потуги из слова пропаганда, что-то там. Вот Дудь, например. Типичный пропагандист. Только либеральный. Да, типичный пропагандист. Ты что теперь? Ну такая у него в жизни задача, такая у него профессия – пропагандировать вот такие вот идеи. За деньги. Как нетрудно догадаться. И что? И что? А этому Яшину, например, ему не западло находиться в одном интернете вот с такими персонажами, как я? Ну ты же глупость какая-то вообще. То есть я даже не знаю. Есть самые разнообразные ресурсы. Есть, так сказать, сугубо патриотического толка какой-нибудь канал Сталинград. Можно ли там выступить? Нужно. Вот приехали парни, выступил. Позвали на Эхо Москвы. Надо ли сходить на Эхо Москвы? Надо. А почему нет-то? То есть это совершенно другая аудитория, на которую ты можешь, приготовьтесь, распространить свои взгляды, мнения там и прочее. И там найдутся люди, которые с интересом тебя послушают. И что тут такого? Мы не это, как вы, мы не на зоне, где вот эти вот зашкваренные под нарами сидят, и к ним прикасаться нельзя, потому что зашквар может перепрыгнуть на тебя. Так либералы так и думают. Естественно, там образ мышления – это фашист и уголовник одновременно. То есть вы, повторяю, поскребите любого либерала и тут же увидите фашиста, натурального, не скрывающегося. Ну и если человек запросил денег, там кому-то что-то предложили, так там непонятно, это за что запросили. За интервью 88 тысяч? Да? Да. Ну может человек в свое время вот так вот оценивается. Не в 99, а в 88. Ну может быть, да. Вот он вот так вот оценит. Ну на здоровье это его личное право. Захотел денег. Какой-нибудь Яшин – это тоже его личное право. Ну можешь там заряжать, безусловно. А что такого-то, я не понимаю. Кто-то так, кто-то так. Все нормально. Просто я к тому, что либералка Шихман, она из этого сделала инфоповод. А я переживаю за либерала. Вот я сейчас не называю его фамилию, известно. Но я переживаю. Вот я испорчу его репутацию. Вот я думаю, вот как это отразится. Хотя человек с противоположных взглядов. Да на здоровье. Господи, это же не так трудно. Любой желающий может найти телефон, например, забраться в какую-нибудь ЖЖ. Это все дело трех секунд. Журналистское сообщество представится корреспондентом какого-то там издания. Ребята, помогите, вот телефон какого-нибудь Пушкова найти. Все. Вам мигом дадут мой настоящий телефон. Его искать не надо. Ну позвони, представь себя опять каким-нибудь журналистом. А дальше начинай, записывай все это. А дальше начинай предлагать всякое. А вот вы там за 100 тысяч рублей согласны выступить? А за 200, а за 300, а за 500? То есть вот веди разговор. За 100 не хотел, за 500 согласился. Посмотрите, какая гнусная тварь. Кто вам мешает-то, я не понимаю. Вот разводите там всех, публикуйте. Это хороший способ. Естественно, примитивный, как и все это. Самое действенное. Кто мешает-то на здоровье? Правда, если вас пошлют сразу, сразу и со 100, и с 500, пошлют подальше. Вот такое почему-то не публикуют. Я либо параноик, но мне даже звонят вот недавно с доставки. Мол, вам кто-то цветы передает. А я говорю, перезвоните с номера городского, чтобы я поняла, что это действительно доставка. Чтобы я пробила. Я уже боюсь, что меня так же можно вытащить любого человека. Естественно, да. То это шутки, шутками. А на самом деле, это вещи, это я вам как специалист скажу, вещи достаточно страшные. Я помню еще при советской власти, когда-то я трудился в библиотеке и там читал газеты. Там было интервью. Если мне не изменяет память с Валерием Леонтьевым. И его там, а как? Как вот популярность? Разная бывает. Например, ну вот тут прислали баночку варенья. Я его открыл, а оно с толченым стеклом. Вот вам, пожалуйста. Кто тебе принесет какие-то цветы? А может банку с кислотой принесут? Как это вообще? То есть вот эти вот сказки про популярность, как там тебя все обожают, это неправда. Половина обожает, а другая половина так же яростно ненавидит, желает тебе смерти, болезней, чтобы сдох ты, вся твоя семья, чтобы вас там корчило. А отдельные готовы предпринять для этого какие-то действия. Это, между прочим, уголовно наказуемые деяния, и это нифига не шутки. При этом количество психов в нынешней ситуации, так сказать, экономической, оно сильно выше среднего, так сказать, по нормальной, спокойной стране. И чего от них ждать? Это опасно. Ну, я не настолько популярная, как вы, но я уже с психами столкнулась, так что... Навало. Да, опасная штука. Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят не встал... Мы этого знаем, да. Знаете, да, не встал на колено в знак поддержки Black Lives Matter. Вот, сказал, что это противоречит русскому менталитету, что русские встают на колени только перед Богом, флагом и Родиной. Перед кем или чем вы готовы встать на колени? Я вообще такой... Вопрос какой... За каким бесом мне вставать на колени? Я не знаю. Я такое видел только, когда... Воинские флаги целуют. Вот там становятся на колено, да. Больше вспомнить даже не могу. Ну, может, винки какие-то на могилах поправляют. А делать предложение женщине? Или вы уже сделали все хорошо? Больше не планируете? У нас такого не было. Я только западные какие-то ролики вижу. Там, да. У нас такого нет. А какое отношение ваши негры, которых вы там покупали за деньги, друг другу продавали в рабстве, какое отношение они имеют к нам? Хотелось бы узнать. Мы в этом принимали участие. Мы чем-то виноваты перед неграми? Нет. Как раз наоборот. Наш Владимир Ильич Ленин, систему мирового колониализма, с которого вы, твари, веками жили, наш Владимир Ильич вам разрушил. Это вы перед нашим Лениным должны падать ниц и целовать землю там, где он ходил. Вот это да, это я понимаю. А мы-то тут при чем? Это ваши грехи. Вы за них там кайтесь, вы за них и отвечайте. Что лезть-то к нам? Мне абсолютно без интереса, перед кем там гражданин Квят считает нужным вставать на колени. Я ни перед кем не стою. Зачем нам в этом принимать участие? За что вы лезете? Что вы лезете сюда? Что вы все время что-то навязываете? Что вы пропагандируете какую-то чушь? Это же смешно смотреть. То вы тут рассказывали нам про демократию, какая у них свобода и демократия. А в 2017 году вдруг выяснилось, что у вас негры не имеют никаких прав. И женщины не имеют никаких прав. Так вы что получается, лгали там столетиями? Да, вы лжецы. Лжец и отец лжи. Вот так у вас прекрасно получается. Такая у вас демократия и свобода. Что вы лезете к нам? Стойте там на коленях перед кем хотите. Валяйтесь в земле, грызите эту землю. А к нам не надо лезть. Со своими идиотскими предложениями. И к тем людям, которые на колени не встают, я отношусь с уважением. А у нас есть в истории тоже темные пятна? У кого их нет? Ну вот мы должны покаяться перед кем-то. Вот ты же у нас, крымская татарка. Виноваты ли мы, например, перед крымскими татарами? На мой взгляд, вопрос в какой-то безумной плоскости лежит. Вообще. Это какое-то безумие. Вот с такими вещами вылезать в общественную дискуссию. Давайте начнем разговоры с того, сколько крымское ханство грабило Россию и угоняло людей в рабство. Продавая их там. Так мы все встанем на колени в итоге. Минуточку. Веками, веками. И чего? Я должен на вас за это держать какую-то там, извините в кавычках, обиду? По-моему, надо быть психически ненормальным. Случилась беда с крымскими татарами, когда их депортировали из Крыма. Ну давай посмотрим, из-за чего это случилось. Как такое получилось? Трагедия в жизни крымско-татарского народа. Дальше я задам себе вопрос. Это я в этом виноват, что ли? Нет. Я в этом никаким боком не виноват. И никто вокруг не виноват. Трагедия? Да, трагедия. Но предъявлять за это друг другу на уровне народов, какие-то идиотские претензии, я могу понять, зачем это. Это за тем, чтобы нас с тобой рассорить, чтобы я тебя считал нацисткой, ты меня расистом, мы с тобой в глазах друг у друга стали какими-то отмороженными дегенератами, не желающими признавать очевидные совершенно грехи вашей нации против нашей нации. Вы нас загубили тут и все такое. Для этого, да, я понимаю, такие вопросы обязательно надо поднимать, чтобы нас с тобой рассорить. Чтобы поссорить русских с татарами, да, обязательно надо это поднимать. Но это украинцы этим занимаются. Естественно. Это не украинцы, это американцы этим занимаются. Эти-то через задницу на руку надеты и повторяют все, что говорит большой белый хозяин. Для этого, да, все остальное отказать. Резко отказать. Что нас должно интересовать? Нас должно интересовать ровно одно. Чтобы мы хорошо жили. Чтобы уровень жизни был высок. Чтобы дети и женщины были в безопасности. Чтобы у меня была работа. Чтобы я зарабатывал достаточно, чтобы обеспечивать жену, детей. Купить квартирку, построить домик, купить машину, ездить на отдых. Детей обучить, дать образование и отпустить, так сказать, в светлое будущее. Это первоочередные задачи. А вот рассказы о том, что царь Иван Грозный выкупал православных из плена у крымских татар. Вот они какие. Это меня, ты знаешь, волновать не должно. Точно так же, как граждан, населяющих Казань, не должно волновать, что это день национального травма. День взятия Казани. Начинаешь рассказывать. Вы в курсе, сколько татар билось на стороне Ивана Грозного? Это не считается. Нет, это вот геноцид русских против татар. Таких, я не знаю, надо затыкать для начала. То есть призывать специалистов, которые расскажут, как это в истории было на самом деле. Призывать пропагандистов, которые расскажут, что вот это вот, друзья, да, это было, как и у всех. Были такие страшные страницы, когда ты говоришь, темные пятна в нашей истории. Не темные пятна, это естественный ход событий. Но живем мы сегодня. Давай как-нибудь лучше поговорим про то, на почве чего нам дружить. Сожрем какой-нибудь эчпочмак или русские национальные блюда борщ. Я лучше борщ. Я, кстати, недавно сняла фильм про крымских татар. Будет премьера скоро. И документальный, правда. Не пугайтесь. И я проигнорировала вообще вот факт депортации. Я не стала мусолить, как вот украинские и крымские татары, которые на этом спекулируют. Я с уважением отношусь к тем, кто скорбит. Но я вообще от другого мышления человек. Я за будущее, действительно, за развитие, а не то, чтобы ныть. Ой, что было там, сколько-то там лет назад. Я вскользь упомянула, но не зацикливалась на этом. Я считаю, что это правильно. Потому что вот эти украинцы посвящают там часовые фильмы, выставки, в ООН выступают, как бедных татар репрессируют и бесконечно эксплуатируют эту дату 44-го года. Я вообще против. Чтобы вы понимали, я ваша. Спасибо. 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 Спасибо.